Здравствуйте! Сегодня в программе наши тесты. Новое купе Peugeot RCZ. Гость из будущего, пришелец из прошлого. Peugeot RCZ это первое дитя ребрендинга французской компании, которая в 2010 году отмечает свое 200-летие. Здесь еще старые, большие, гипертрофированные фары, они скоро станут меньше, а лев на капоте уже новый. Он имеет более спокойную, мягкую пластику, не такой агрессивной. Но отсутствие агрессии и мягкость не означает слабость. Peugeot RCZ это зверь, который даже когда он стоит, кажется, что еще доли секунды, и он прыгнет вперед. И не в последнюю очередь это достигнуто, естественно, за счет этой пластики, крылья, в которые уступают вперед, и создают такое ощущение, действительно, немножко хищное. А с другой стороны, этот эффект дополнен кокпитом водителя и пассажира, сдвинутым вперед. Еще американцы придумали эту идею и назвали ее кап-форвард, кабина, сдвинутая к передку. Таким образом, ощущение динамики становится еще более выраженным. Благодаря вот этой концепции кап-форвард удалось для купе сделать очень, очень большой багажник. И пусть вместе с крышкой багажника не поднимается вверх часть заднего бортика. Стиль нужно соблюдать. И вещи приходится поэтому грузить сюда, как в машинах 60-х, 70-х годов, буквально опуская их в люк через верх. Зато объем багажника 360 литров. Это не снилось даже многим хэтчбекам городским, не то что спортивным купе. А еще тут откидывается спинка заднего сиденья. И таким образом полезный объем увеличивается до 640 литров. Это уже почти маленький универсал. Очень емкий сундучок. И при всем при этом под фальшполом багажника остается место для полноценного запасного колеса. У нас сейчас здесь лежит, правда, компрессор и специальный герметик. Но, в принципе, запаску сюда кинуть можно легко. Это первая причина, по которой я позволю себе назвать Peugeot RCZ настоящим, пусть и маленьким, гран-туризмом. Вторая причина кроется внутри. Peugeot RCZ это буквально хрестоматийное воплощение классической, проверенной десятилетиями концепции посадочной формулы 2 плюс 2. То есть номинально машина четырехместная. Сзади есть вот такая смешная банкеточка. Но если я попробую здесь усесться за кем-нибудь вот так, то у меня ничего не получится. И не потому, что дедушка старенький потерял глутоперчивость, а потому что просто эти сиденья изначально не предназначены для того, чтобы на них кто-то ездил. Это как аппендикс, он просто должен быть. И вот тут я уже думаю не о будущем Peugeot, а о прошлом. О прошлом этой красивой истории под названием настоящий спорткупе. Именно таким создавался Porsche 911. Именно таким был Mercedes-Benz Pagoda. И, кстати, об этом бессмертном творении поля брака напоминает еще и вот сложная форма крыши с двумя выступами над головами водителя и пассажира. Точно такая же крыша была на Mercedes-Benz Pagoda. Именно из-за этой крыши он и получил такое экзотическое прозвище. Последней из макикан, пожалуй, стала Audi TT первого поколения. Такая по-настоящему удалая, лихая машинка. Увы и увы, второе поколение Audi TT утеряло былую легкость и стало полноценным четырехместным купе. Казалось бы, все. Прагматичному миру уже больше не нужны такие прелестные безделицы. Но нет, и место Audi TT занял Peugeot RCZ. Итак, Peugeot RCZ классическое спорткупе. Регулировок и руля у сидений хватает за глаза. Наконец-то человеку с нормальными ногами и руками во французской машине можно устроиться так же, как и в немецкой. То есть без каких-либо проблем. Органы управления организованы по-французски. Очень много функций на подрулевых переключателях. Но это нормально для тех, кто привык ездить на машинах, сделанных во Франции. Другое дело, что очень нравится, что французы не напичкивают машину сложнейшими устройствами с джойстиками. Очень запутанной конфигурацией меню. Здесь кнопки привычные, каждый из которых отвечает за свою функцию. Все довольно логично. Джойстики есть, но управлять ими тоже можно вслепую. И управление ими тоже очень хорошо просчитано. Основная информация выводится на два дисплея. На большой цветной, где в основном фигурирует карта навигации. И на дисплее между спидометром и тахометром, где тоже присутствует информация, касающаяся основных параметров автомобиля. Но все эти удобства еще и очень изящно упакованы. И интерьер машинки можно изучать довольно долго, любуясь буквально отдельными деталями. Например, вот такими часиками, классическими, спортивными, простенькими, но со вкусом, такими вне времени. А еще все это обклеено кожей, которая прошита. Не хуже, чем это делается в итальянских суперкарах. И точно так же местами эта кожа пузырится, создавая ощущение настоящего хендмейда. Если бы это произошло в немецкой или японской машине, в уме погрозил бы пальцем. А здесь французам как-то прощаются. Однако, наверное, тяжелее будет простить то, что вся эта красота отражается в лобовом стекле. И, возможно, во время движения это будет напрягать. Ну что ж, пора ехать. Ноги на такие простенькие, но стильненькие педали в спортивном духе. Ремень безопасности в замок. Первую передачку. А передачки включаются очень четко, кстати говоря. И ход рычага очень маленький. Тоже такой по-настоящему спортивный и задилистый. Поехали. Peugeot RC-Z. Несмотря на все модно на унисекс, машина больше мужская. Но и даме в ней будет очень неплохо. Даже той даме, которая, в общем, обычно не чувствует габаритов автомобиля. Машина, кстати, не маленькая. Вместе с зеркалами ее ширина больше двух метров, длина больше четырех метров двадцати сантиметров. И все же ты очень хорошо ощущаешь, где она начинается и где она заканчивается. Тем, кто страдает некой потерей ориентации в пространстве, в подмогу активный парктроник с очень хорошей графикой. И зеркала, которые опускаются, особенно водительское зеркало, которое опускается и позволяет даже на развороте видеть заднее колесо. Очень удобно. Причем, если ты едешь назад с большей скоростью, набираешь ход, то зеркало поднимается снова, позволяя тебе видеть перспективу. Умное зеркало, короче говоря. Но, в общем, спортивные купе сделаны не для того, чтобы ездить на них задом или по дворам. На них нужно ездить вперед. Причем, желательно быстро. То, что пежовцы очень серьезно поработали над подвеской Peugeot RC-Z, чувствуется сразу. Она во многом бескомпромиссно спортивная, если не сказать гоночная. Все прелести асфальта, на котором не сильно заморачивались дорожники, ощущаются сразу. При этом машина, в силу того, что все-таки это бюджетное купе, лишена возможности регулировки подвески, регулировки жесткости подвески. Так что те, кто будут выбирать Peugeot RC-Z, должны сразу понимать, что мягкой жизни им никто не обещает. На выбор к Peugeot RC-Z прилагается три мотора. Два объема 1,6 литра. Это бензиновый двигатель мощностью 156 лошадиных сил и 200 лошадиных сил в турбированном варианте. И один турбодизель двухлитровый мощностью 163 лошадиных силы. В топовой версии максимальная скорость автомобиля достигает 231 км в час, а разгон с нуля до сотни укладывается в 7,5 секунд. В России машина базовой комплектации с мотором 1,6, нераскрученным, будет стоить от миллиона трехсот шестьдесят тысяч рублей. В нашем распоряжении оказалась топовая машина с мотором 200 лошадиных сил, тем же объемом 1,6, но с нагнетателем. Это BMW-шный двигатель. И это во многом тот самый мотор, который ставится и на мини-купер Johnny Cooper Works, и на Citroёn DS3 Racing, на Limited Edition Citroёn DS3. Но те двигатели рассчитаны под норму Евро-4. Здесь мотор сделан уже под норму Евро-5. И, возможно, поэтому он потерял 11 лошадиных сил. Потому что на мини-версии Johnny Cooper Works ставится 211-сильный мотор. Однако и 200 сил здесь за глаза хватает. И коробка хороша. Шестиступенчатая. Но каждая следующая передачка здесь длиннее предыдущей. Первая очень короткая, вторая чуть длиннее, третья еще длиннее. И, в общем, четвертая уже является полноценной рабочей передачей. Но до 3,5 тысяч оборотов жизни на Марсе нет никакой. Она начинается именно с 3,5 тысяч и дальше до конца, почти до 7. Стабильно обеспечивается разгон машины, стоит только прикоснуться к педали газа. Правда, в этом режиме езды обеспечить тот самый политкорректный расход топлива в 9 литров на сотню практически нереально. Не больше часа я за рулем, а третий бака уже как не бывало. Очень короткий, в меру тяжелый, но очень информативный руль. Вот вся машина проникнута такой, действительно, кольцевой идеологии. Эта машинка сделана для тех, кто любит и умеет ездить быстро. Но, все же, будучи по меркам спорткаров, ящицей довольно доступной, Peugeot RCZ это не limited edition для гурманов. Машинка задумывается, все-таки, как, ну, относительно популярная. А поэтому здесь достаточно много того, что должно понравиться тем, кто воспринимает такие машинки, как либо забавную игрушку, либо средство самоутверждения. И первое, на что обращаешь внимание, нажав педаль газа, это звук выхлопной системы, настоящая музыка. И создавалась эта выхлопная система, как духовой музыкальный инструмент, практически по органным технологиям. И вот, за, действительно, вот этими чарующими звуками, как-то забываешь о том, что, в общем, в машине есть довольно мощная мультимедиа, которая, кстати говоря, рассчитана и на просмотр DVD-дисков. То есть автомобиль предполагает некую тусовочную составляющую. А раз так, то тут тоже для пижонов есть еще одна фишка, которая, в общем, безусловно, имеет определенную технологическую осмысленность. Это инструменты аэродинамические. Я веду речь об выдвигающемся заднем спойлере. Даже, может быть, правильно сказать, антикрыле. Нажимаем кнопочку, сзади поднимается у нас спойлер, и все видят какой-то настоящий, большой, великий спортсмен. Хотя, на самом деле, может быть, даже не тянешь и на физкультурника. Ну, а в целом, очень ладная получилась машинка. И самое главное, очень красивая. И вот за эту красоту можно ей простить и некие мелкие косяки, которые просто вот этой красотой спровоцированы. Например, те же самые отражения в лобовом стекле, которые должны стоять именно под этим углом, а не каким другим. Тогда это будет действительно красиво. Но лично мне, вот здесь, не хватает немножко другого. Мне не хватает, возможно, V-образной шестерки под капотом и полного привода. И тогда, возможно, я закнул бы глаза на все эти дурацкие выкрутасы, вроде этих кнопочек лишних с этими выдвижными спойлерами, и стал бы одним из потенциальных покупателей. Очень хочется все-таки не отстать от этой ускользающей красоты, которые сегодня становятся все меньше. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!